Ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Об этом говорили на оперативном штабе по предупреждению распространения COVID-19. Чаще всего болеют работники сферы здравоохранения, образования, торговли, промышленных предприятий. Случаев ОРВИ на прошедшей неделе выявлено в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года. Более 5400 пациентов с коронавирусом и подозрением на него находятся в больницах, почти 52% на кислородной поддержке. За прошедшую неделю введено дополнительно 731 место. На этой неделе планируется добавить 710 мест в стационарах. На сегодняшний день первые компоненты вакцины получили более 1 миллиона 120 тысяч жителей. Из них более 1 миллиона 60 тысяч завершили вакцинацию. Особое внимание тем муниципалитетам, где привито менее половины от необходимого количества. Темпы вакцинации упали по всем муниципалитетам. По всем. Слушайте, у нас Самара имеет более высокие показатели по темпу вакцинации, чем перечисленные мной районы и малые города. Что, в Самаре администрировать проще, что ли? Нет, не проще. Не проще в миллионнике это делать. Не слышат вас люди, не откликают. А вы не слышите, видимо, и санитарных врачей, и медработников в целом. Вот такие результаты. Коллеги, экстренные меры нужны. Экстренные меры по всем муниципальным образованиям. В торговых центрах фиксируется большое число нарушений масочного режима. Работодателям поручено увеличить число сотрудников, осуществляющих контроль. Не исключено, что будут дежурить и представители правоохранительных органов. Дополнительные ограничения могут быть введены в ресторанах и точках общепита. Часть школьников могут перейти на дистанционное обучение. Каждое муниципальное образование решит этот вопрос с учетом эпидемиологической ситуации на своей территории. В течение двух дней муниципалитеты должны уведомить региональный штаб о принятом решении. Неделя дается на его отработку. Мы сегодня ряд решений планируем отдать на анализ местных органов власти, местным штабам. Потому что ситуации очень разные. У нас в разы отличается уровень заболеваемости в муниципалитетах. В разы. На одном полюсе у нас отрадный и богатовский район, на другом Шиганске и Безенчукске. И, конечно же, нужно дифференцированное решение принимать, а не в целом по области. Всем работодателям рекомендована часть сотрудников перевести на дистант. Это поможет снизить риск заболеваемости в трудовых коллективах, а также разгрузить общественный транспорт, что тоже будет способствовать снижению инфицирования. Виктория Шаре, События.